Максимка, пойдем кушать Я писал на праздник Ну на праздниках же кушают, правильно? У нас там есть кашка с котлеткой Пойдем кушать? Сейчас, подожди, мы тут на праздник опаздываем Поедем? Пойдем? Все, отлично, уговорила ребенка идти кушать Запросила я у мужа ремонт нашего комода Одну он сделал где-то месяц назад Моя упала И все, перестала работать Ну, комод, ящичек мой упал А это его упало Я говорю, перебить его хочется, сломать его хочется Когда ты его выдвигаешь А он не выдвигается Нет, не его, вот этот ящик Который меня просто за этот месяц Нет, где-то за последние недели Пока Боря не мог найти время для него Мне его просто Раскрошить хотелось в этом комоде Потому что он падал Проседал, западал Короче, знаете, да, женщины Когда что-то не ходит так, как вам надо Хочется это треснуть Иногда Кровоточек Я уже Боря говорю Боря, пожалуйста, найди время мне сделать Потому что я его раскромсаю Просто этот ящик Просто разломаю его Или, говорю, будешь сам мне все доставать И брать оттуда Говорю, ты, говорю, денек с ним Помучайся и сразу мне сделаешь Но Боря решил не ждать Этого момента А делает мне ящичек Нашел сегодня время Нет, даже интернетом занимался До ящичка добрался Спасибо большое тебе Завтра на работу Так что Сейчас заказов будет больше Пришла весна Эти заказчики Стали очень обильно звонить Зимой все греются Боря по домам И мало кому Находятся, конечно, люди Которые заказывают Сварочные работы И все Но самый-самый пик У нас, наверное, осенью По заказам сварочным Там Боря вообще Без перебоя нет Дома его практически не бывает С утра до ночи он работает Самый пик заказов, конечно, осень Это ноябрь Октябрь-ноябрь Вот эти два месяца Активненько, живенько Весной Летом поменьше Зимой Самые меньше заказов Это, конечно, зима Самый сложный период Для нашей семьи Это зима, конечно Но ничего Как-нибудь выживаем Перебиваемся Находим выходы Из положения Работаем Где только можем И как только можем Ну, так что Тот вариант Который, кстати, мы говорили Боря, помнишь? Мы говорили, что это В торговле связан Мы изучили Поняли, что это Очень сложное дело Мы туда не полезем Потому что там могут быть Большие убытки И нужны вложения сразу А у нас этих вложений нету Поэтому сейчас рассматриваем Еще один вариант Вот Короче, все ищем Новые варианты Чтобы нам дополнительно Был доход К бориным заказам Потому что бориных заказов На все не хватает Поэтому все Мы в поисках работы Которая бы удовлетворяла Все наши нужды Так сказать Покрывала Стоит и позирует Привет Красота Ты кому позируешь? Папа, мы на тебя Вообще сейчас не смотрим У меня тут сын встал И позирует перед фотоаппаратом Ну и ладно Все? Улыбнулся? Вот так Давай посмотрим, что папа Сегодня принес Сазона забрал У нас сломалась Наша кофемолка Мы уже говорили, Боря Раз ее чинил Второй раз чинил Последний раз Он не смог ее починить Поэтому заказали Точно такую же Бошевскую Но не, она отличается Она не такая как-то Отличается немножко Это как будто бы Пошире и пониже Не? Мне так кажется Да? Пошире и пониже Побольше чаши Побольше Ну может быть Но не важно это Короче, заказали кофемолку новую Потому что без кофемолки никак Да, послушала Все, выключай теперь И взял себе пасту Да, это просто поезд Да И паста антипригарная Но это Боря для сварочных работ Себе какую-то пасту взял В общем Но я больше всего радуюсь Именно кофемолке Потому что перец перемолоть Или еще что сделать А нету где Теперь есть Очередной мой сварочный заказ Человек проезда в Новосибирске Идет дальше Тут нужна ему Нужна ему помощь Так что сейчас Погода вообще Никакенная Идет дождь Сыро Холодно Слякотно Но Приходится и в таких условиях работать Мы взяли оттуда электричество Вот Кабелем 50 метров И уже сделал я человеку работу Собираюсь Буду ехать дальше По делам Тёмка Машинку Максиму подарил Все Ты сказал спасибо Тёме Максим 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 Сказал Тимофею спасибо Спасибо Красавчик Хотела поделиться У кого постоянно Разбрасывается морковка Или свекла Когда вы её трёте Классная тема Тереть в умывальнике Прямо в раковине У нас всегда раковина пустая Всегда чистая Поэтому я просто ставлю тарелочку Тру Видите И это Оно падает всё сюда Вот эти чуть-чуть Свеклы Потом просто смыл И всё Не надо протирать стол Особенно если белая поверхность И въедается То вообще Самый классный вариант Морковку я на столе могу тереть Я вообще научилась так тереть Чтобы у меня практически Ничего не падало Но иногда Видите Всё равно падает Чуть-чуть Но всё-таки есть Если с морковкой Полегче Как-то ситуация То когда свекла где-то падает Она всё-таки Бордовая Очень сильно въедается Её цвет в мебель Поэтому я себе пришла И думаю Зачем мне лишний раз Потом стол убирать Всё равно здесь буду протирать Что-то Посуду мыть Руки помыть Сполоснуть Здесь всё-таки легче Чем вытирать стол Поэтому вот решила Теперь морковку и светлу И тереть в раковине Может кому-то пригодится Вот я сегодня так думаю О! Надо здесь потереть Думаю Почему бы вам не рассказать У кого Знаете У меня Некоторые дети Говорят Мама Как ты так трёшь Что у тебя почти ничего не падает У нас всё разлетается Так вот если вы хозяюшка У которой разлетается Вы никак не можете Так приловчиться Тереть Чтоб не разлеталось Вот вам Ловите маленький лайфхак Трите просто в раковине Пускай себе на здоровье разлетается Кто здесь что-то пьёт? Это кисель Кисель Это нас подруга угостила Да? Вкусняшками Да Вот фруктоняню кисель Первый раз мы пробуем Кстати Другие мы разные продукты пробовали А кисель ещё ни разу не пробовали А внутри было желе Ну да Оно как желе идёт А вы посмотрите Цель моего видео Это было не кисель снять Показывай свои шедевры Сын мой Кто это такие? Скажи мне Это напанечане Это Ну Это короче будет папа А это мама А это я сижу А это ты сидишь? Короче это я Правильно? А это папа Папа уже одноглазый Ну правильно Он в очках уже ходит Ой не могу Как сходится Мама ещё двухглазая Пока что Ой с такими этими А Боря уже залез в ракету Улететь собрался Нет Что-то Ну я говорю Ты уже залез улетать И ждёшь нас Пока мы тоже придём туда Правильно? Ой Вы залезли Да И улетели Это Борюсик Такие штучки Сделал на своём кружке А я Улетю И ты улетишь Потом к нам присадись Максимка сегодня Вот это сделал Но это я отдельное видео снимала Как мы делали И что это такое А Борюсик Вот такой У нас останется У нас останется Знаешь что Давай Вот смотри Смотри что я сделала Смотри какой класс Смотри подожди Вы когда будете заниматься Они будут заниматься вместе с вами Давай Давай Нас тут каждый день На эллипсоиде все занимаются Смотри Оп Ой этот упал снизу Так А этот О Вот так Смотри Главное чтобы вы их не подёрли Ну в другом месте Или здесь держали Или здесь Нет дальше не лезут они Ты видишь Закрыть все Больше не хочешь Нет Хорошо Ты видишь Или можно вот туда поставить Рядом с твоим осьминожкой их Чтобы они стояли Так точно их не порвём Только когда она уже пыль вытерет Давно ей пыль не вытирала Да Порвут А давай мы их туда точно поставим Там где книжки Они никому мешать не будут Максимка Давай мы сейчас пыль вытрем Вместе с тобой Да Я уже приловчилась Кстати тряпочка Я снимала Подожди Максимка Стой Стой Подожди Маму не ударь Здесь у меня тряпочка лежит для пыли Фабрлик Которую я брала Она такая на ощупь Для меня не очень Но я приловчилась уже ей вытирать Зато пыль очень долго После неё не Собирается Не скапливается Реже стала пыль протирать Я заметила Чем когда обычно Я обычно мочила тряпочку И протирала влажной Обычной тряпочкой А это теперь я делаю И реже протираю Только нужно Видишь пыль вытереть И всё Там пускай они стоят Да Вот так Вместе с твоим осьминожкой Да О, это как будто бы Максим О, Максимка, смотри Ты вместо этого будешь осьминожкой Вместо инопланетянчика Смотри, какой ты маленький осьминожка Будешь вместе с нами в ракету На ракету Посади его на ракету Как будто он забрался на ракету А ну-ка Смотри Всё Теперь у нас там целая почти семья Ещё тебе, Боря, задание Доделать всех остальных наших членов семьи На кружке вы сделали Вот только папу, маму И ракету твоей Ну и там ты нарисован А теперь задача тебе дома Ты же помнишь, как ты делал Этих инопланетян Максимка, Максим Не пищи Подожди, Боря Выслайся туда Быстренько Выходи Давай, вот так Спускайся Давай Вылазь оттуда Вылазь, вылазь, вылазь Чтоб не ударили тебя этим тренажёром Максим, забывай Максим Так, вот это истерит Раз за разом Истерики убираем Вылазь Быстренько слазь Боря, подай ему осьминожку Боря сейчас тебе всё подаст Без истерик Вот чтоб вы понимали Как у нас за кадром потом Давай Как вот этот малыш истерит Миленький такой мальчик Скажи, да? Ну иногда скажи Ох, я истерю Всё, подожди Теперь я с Борей пообщаюсь А ты чихонечко себя поведи Давай, теперь рассказывай А, пружинок нету А, пружинок, да Ты вот это-то всё сможешь сделать-то А пружинок-то нету А это ещё, это трубочка такая А, и трубочек у нас нету Жалко Ну трубочки можно было бы скрутить с этого С картона У нас картон есть очень хороший А вот где мы такие штучки возьмём? А если ты вот эти все штучки сделаешь Ну не на палочке А просто приклеишь вот так вот Как вот эти Просто ручки Ну вот они будут немножко другие Стой Что? Можешь взять картон Чей? Куда ты получил? Можешь взять картон Помазать его красным цветом Да? То есть вместо вот этих Потом ещё взять Ну вот этот Карандаш Закрутить Ну вот так вот А потом вот так вот распарить И получится почти Ну это будут не пружинки Но всё равно Короче, вот тебе задание Придумать Чтоб там стояла вся наша семья Короче, ребят Пока мы перебирали обувь Я, вы помните, везде искала себе полусапожки Перебирая обувь Я вдруг обнаружила Что у нас лежат полусапожки Со сломанной молнией Одна была молния сломана Я пошла, сдала в ремонт Починили мне за 600 рублей Но сапожки из-за того, что были Видите, вот такие потёртые Потёртые Они мне впритык То есть они не большие, не маленькие Ну такие прям впритык-впритык На тёплый носок не оденешь Но в принципе весной Под колготки носить можно Из-за того, что они были Вот такие вот потёртые Все подёртые Что этот, что этот Я купила Краску взяла Заказала на Озоне Взяла такую Чёрную И этой же фирмы взяла Белую для кроссовок Белой пока не пользовалась А сегодня вот возьму чёрной Намажу их Правда, уже, конечно, Они для меня Холодноватые Носить Ой, жарковатые уже Они хотя и без утеплителя идут Но всё равно Ой, всё равно Короче, мне уже в кроссовках Иногда жарковато Ой, одну руку не расстегну А что уже говорить Про полуботипа Сапожки Но если вдруг Может где-то холодно На вечер куда-то выйти Вот это Новую молнию Легче растягнуть Чем старую Вот они вроде И без начёса Но всё равно такие Как бы Утеплённые немножко Ну, не утеплённые Бархат или что это такое Не бархат Не знаю, как этот материал называется Мягенький, нежненький, хорошенький Единственное, что разница Здесь будет Светлая Здесь чёрная Ну, ничего страшного Сломалась у нас Как это правильно назвать Чем защелкивается Насадка на машинку Для стрижки Вот здесь они обламываются И всё, ты ничего не можешь сделать Они тоненькие такие Маленькие Узенькие Вот одну Боря уже чинил Хочу показать Как он чинит эти вещи Может кому пригодится В жизни Взял Боря Скрепку Выгнул её таким Буквой П Потом посмотрите П и квадратиком Вот покажи Да Вот так вот Вот так, да Потом Края мы Нагреваем хорошо Давай Так Зажигалочкой Спичкой Спичкой не успевает Нагреться Нужно хорошо-хорошо Прям нагреть их И потом быстро Прикладывать Чтобы оно Ой, всё расплывается Давай-давай-давай Чтоб оно туда Вписалось Вклеилось Не знаю Врезалось Как это называть Не смог, да? Сразу С первого раза Всё-всё-всё Получилось Сейчас мы его чуть-чуть Подогнём Оно остынет Подогнём И всё Вот он уже такую Одну насадочку Нам спас Это уже вторая Которая отломилась Всё Вот таким Кустарным методом Сделали держатель Ну и теперь Вместо того Вот такой держатель Вот он Вот этот С правой стороны А этот с левой Видите? Имитация, так сказать Итак Одевай Всё Держится Субтитры подогнал Dima Держится